Здравствуйте, уважаемые товарищи! Совсем недавно правительство внесло в Государственную Думу законопроект, который предусматривает изменение ряда законов в целях обеспечения вооруженных сил Российской Федерации и иных органов военных при проведении контртеррористических операций за пределами Российской Федерации. Этот факт очень примечательен, потому что он существенно влияет на организацию экономической жизни и хочу сказать, что уже появились такие первые отлики с противоположных сторон. Но некоторые сторонники рыночной стихии, которые считают, что все устроится рынком, они сразу увидели в предлагаемых мерах введение принуждения бизнеса к выполнению определенных обязательств, что означает явно негативную оценку предлагаемых мер. В то же время раздается согласие о том, что эти меры существенно меняют регулирование трудовых отношений, ущерб интересам работников. Ну вот я думаю, что такой примечательный документ заслуживает рассмотрения и я как консультант Российского комитета рабочих научных и как исследователь этих проблем хотел бы высказать свое отношение к вот этому законопроекту. Но прежде всего чуть конкретизируем, о чем собственно идет речь. Вот одно из положений этого законопроекта предусматривает, что теперь все предприятия, организации, независимо от того, какой форме собственности они принадлежат, будут обязаны заключать договор, контракт с государством на выполнение работ и на поставку товаров в рамках обеспечения вооруженных сил Российской Федерации при проведении соответствующих операций. О чем-то говорит и что это означает. Ну вообще говоря, рыночный договор это такое добровольное соглашение, когда каждая сторона может не согласиться по каким-либо причинам и по-моему, хоть что называется ручкой. Ну вот, конечно, когда идет специальная военная операция, такой подход он уже явно, конечно, никуда не годится. Ну представь себе, что вот надо комплектовать самолеты, да, там, тысячи комплектующих. А вот один из поставщиков комплектующих скажет, да нет, нас цена не устраивает или стройки не устраивает, я не буду заключать договор. И пусть у вас самолет летит на честном слове и, возможно, на одном крыле, как-то в песне пелось в период Великой Отечественной войны. Ну куда же это годится? Понятно, что в такой ситуации требуется, что все выполнение, так сказать, точно в срок, выполнение, так сказать, строго обязательное, но только тогда это уже не договор, как мы сами с вами понимаем, а это уже что? Это задание. А какое задание? Плановое задание, директивное. А директивное это есть, в переводе, так сказать, с латинского на русский, это есть обязательное, обязательное к исполнению. Ну и это вообще очень важный такой, я бы сказал, рубеж. Потому что вот когда началась спецоперация, ведь как заговорили многие представители бизнеса, что вот все решить задачи можно, которые сейчас возникнут, в том числе импортозамещение, но очевидно, что импортозамещение, и все сейчас должно быть связано, в том числе с обеспечением вот этой специальной военной операции, так вот решить задачи можно только путем обеспечения свободы бизнеса. Ни в коем случае не надо трогать, так сказать, вот эту свободу, посягать на нее, да, ни в коем случае не надо усиливать государственное регулирование, потому что из этого выйдет только хуже. Вот ведь что звучало. Ну как же тогда вы собираетесь обеспечивать обороноспособность и поставку вооружений, если вы отдаете на откуп частным интересам, которые, еще раз говорю, могут сесть в невыгодном. Тот или иной государственный заказ. Ну и вот, как мы с вами понимаем, что на самом деле для обеспечения этой операции, какой бы другой крупной операции, нужно ведь очень многое. Там вот обмундирование до вооружений, значит, чтобы произвести обмундирование, нужны ткани соответствующие, нужно соответствующее оборудование, а уж я не говорю о вооружениях, там вообще поставщиков, комплектующих тысячи. Ну и теперь государство получает право вот по всей этой цепочке выдавать, так сказать, государственные задания. Обязательно к исполнению. Ну и поскольку это охватывает все, то хотя бы в определенном объеме, то это уже, по сути, нечто вроде комплекса взаимоувязанных директив, которые означают не что иное, как народно-хозяйственный план. Да, очевидно, не все будет планироваться, но появляется мощный сектор в рамках экономики и далеко выходящий за рамки государственного сектора, который теперь будет управляться по плану. Пусть план не все охватывающий, не полный, в этом смысле не вполне отвечающий понятию народно-хозяйственного плана, но тем не менее. Значит, поворот к использованию планомерности в развитии современных производительных сил налицо. Но и этот поворот вообще надо только поддержать. С начала военной операции неоднократно выступали представители Фонда Рабочей Академии, например, доктор экономических наук, профессор, по крайней мере, по своему уровню, Олег Анатольевич Мазур. Да, прекрасные выступления на отчеты, в том числе и в печати, в Народной правде. Выступал по поводу президент Фонда Рабочей Академии, профессор Михаил Васильевич Попов. Мне приходилось тоже выступать по этому поводу и в печати, и записывать ролики. Так что мы за это очень активно выступали. Ну и, как видите, вот эта мера, по сути, реализуется. Значит, эта мера вот не единственная. Например, законопроект предусматривает, что теперь не надо будет искать какого-то второго кандидата на осуществление поставки по оборонзаказу или третьего. И так далее. То есть, вот эта вот игра была такая, знаете, в конкурсность. Она была во многом игра, потому что если два или три крупных потенциальных поставщика, то они всегда могли договориться между собой. Сегодня ты выиграешь, завтра я выиграю. Поэтому все это только видимость. Но это видимость затяжкой времени. А потом надо иметь в виду, что, вообще говоря, скажем, в советской экономике такой глупости не было. Что надо обязательно два-три поставщика. Потому что если был один поставщик способный обеспечить всю экономику, то есть, значит, крупный поставщик, работающий на все народное хозяйство, то это на самом деле было очень эффективно. И вот в этой ситуации еще второе, то зачем нужно, если один все обеспечивает. И вот во многих сферах так и было, что этот единственный производитель обеспечивал всю народную ходовую потребность. На самом деле это обеспечивало экономическую эффективность высокую. Но некоторые недалекие люди, а может быть и люди такие умышленно, так траковавшие в конце 80-х годов, говорили о монополизме в советской экономике. Но на самом деле это какие-то темные люди, или еще раз говорю, наводившие умышленно тень на плетение. Потому что на самом деле, если и была монополия в Советском Союзе, то это вся экономика. В строгом соответствии с тем, о чем говорил Владимир Ильич Ленин, что государство, каплистическое монополие, обращенное на пользу всего народа, и поскольку переставшее быть каплистическое, есть социализм. Так вот, была единая монополия, и все, что в рамках нее никак монополией быть не могло. Потому что подчинялось каждое звено экономики, или по крайней мере должно было подчиняться интересам целого, интересам общественного развития. Общественным интересам, представленным коренными интересами рабочего класса. Ну и вот поэтому, значит, иногда, наверное, приходилось что-то придумывать, чтобы вот какую-то создать видимость этой конкурсности. Наверное, приходилось использовать и для таких проведения конкурсов и зарубежных поставщиков. И сейчас, наверное, они тоже участвуют в конкурсах, но только в других. На поставку вооружения, которым хотят, так сказать, убивать наших солдат, офицеров. Да, и вот очень хорошо, что с этой практикой покончила. Ну, я думаю, что еще там, где было, может быть, и много производителей чего-либо, то постарались в свое время реформаторы в 90-е годы, которые прижили много усилий, чтобы все, так сказать, развалить. И если осталось какое-то одно предприятие, то вот теперь надо использовать эту возможность и, значит, помогать ему работать на всю экономику или вот на решение этой очень крупной задачи, которая сейчас стоит перед экономикой. Ну, и продолжая эту линию, можем отметить, что теперь, значит, государство может варьировать объем заказа. Это, конечно, не очень здорово, но, тем не менее, это лишь подчеркивает, что государство теперь имеет право ставить общегосударственные интересы в главу угла и подчинять этим общегосударственным интересам интересы отдельных компаний, в том числе и частных. Ну, разумеется, мы не забываем, о каком еще государстве речь, это государство буржуазное. Но и в рамках буржуазного государства надо делать шаги по развитию функции экономического центра, то есть экономический центр обеспечивает планомерное регулирование экономики, без экономического центра никакого планомерного регулирования быть речи не может. И, скажем, Владимир, в свое время в работе грозящей катастрофы, как с ней бороться, очень выступал за то, чтобы государство, тогдашнее буржуазное государство, усиливало свою регулирующую роль, это понимал и это формулировал, что это ведет к социализму, но он говорил, что нельзя делать шагов вперед, нельзя делать таких шагов, не идя к социализму. Ну, я понимаю, что буржуазия, может быть, вынуждена делать против своей воли и не желает туда приближаться. А те, кто желает приближения социализма, вообще это должны приветствовать. Так что я думаю, что это надо поприветствовать. Да, и, значит, теперь смотрите за тем, чтобы, скажите, все это шло последовательно. Ну, и здесь, разумеется, возникают проблемы, какого рода? Усиление государства, значит, будет усиление коррупционной составляющей, или, точнее говоря, проявление ее. А чего этому удивляться? Мы живем при капитализме, и как будто бы коррупции не было в условиях так называемой либеральной экономики. Да там она сама строилась на коррупционных схемах. Достаточно вспомнить так называемые залоговые акционы, когда люди, не имеющие копейки, но имеющие доступ к кредитам за счет государства, вот за государственные же деньги, якобы покупали, не тратя своих денег никаких, покупали государственные, значит, предприятия, огромные, значит, объединения, и их превращали в частные. Ну, вот же коррупция, коррупция, и что? Да, и вот вам, пожалуйста, так сказать, либеральная концепция, да, свободное рыночное, так сказать, саморегулирование, и вот такая коррупция. Поэтому коррупция, она неизбежна в капитализме. Чтобы победить коррупцию, надо что упразднить? Надо упразднить господство частных интересов, то есть упразднить капитализм. Да, и тогда мы будем иметь дело, когда мы переходим к социализму, который базируется на общественной собственности, хотя в ее первой, так сказать, фазе развития, будем иметь дело с лакитой, с бюрократизмом, с какими-то элементами коррупции тоже. Не будет вот такой почвы для процветания коррупции, которая создает погоню за частным интересом, свойственное капитализму. Но я хочу сказать, что, тем не менее, то, что коррупция не умрет и будет присутствовать в новых условиях, это не должно останавливать от этих шагов. Потому что, вспомни, что говорил товарищ Сталин в свое время, что есть проблемы упадка и проблемы роста, они всегда будут, эти проблемы коррупции. Так вот, все-таки, когда мы имеем дело с усилением государственного регулирования экономики уже на основе плановых заданий, по сути, то это проблемы роста. И вот на этой почве будут решаться проблемы, в том числе и проблемы коррупции. Да, и это все-таки уже будет прогресс. Ну, и вторая составляющая, вот, которая беспокоит многих трудящихся, скорее даже не столько трудящихся, только тех, кто хотел бы помочь трудящимся со стороны интеллигенции, это такая норма вот этого законопроекта, о котором идет речь, который предусматривает специальное регулирование трудовых отношений, в том числе в области продолжительности рабочего времени, в том числе в области работы в ночную смену и представления оплачиваемых отпусков. Ну, о чем идет речь? Мы понимаем, что речь идет о выходе за пределы вот этой нормальной продолжительности, но и упрощении порядка, видимо, используя такой работы сверхнормальной продолжительностью. разумеется, само по себе, это очень, очень, сказать, не здорово, само по себе. Да, конечно, если это будет осуществляться, это увеличение трудовой нагрузки, и если бы это станет, стало бы стратегией, да, то но это оценить следовало бы только негативно, тем более для тех людей, которые выступают за сокращение рабочего дня и с этим связывают прогресс, в том числе в условиях капитализма, и прогресс в условиях капитализма действительно был связан с сокращением рабочего дня, но давайте вспомним, что было в конце 19 века, и что сейчас, и рабочий день, и время отработанное за неделю, и за год, и так далее, там, большое сокращение очень, то есть стратегии следовательно связаны, но мы сейчас имеем эти обстановку, возвращаемся к тому, что происходит в российской экономике, связанное с проведением специальной военной операции, и с необходимостью обеспечить материально успешное проведение этой специальной военной операции, да, и здесь, конечно, увеличение ресурса труда может иметь, потребность в увеличении ресурса труда может иметь вполне объективный характер, как вот мы имели место, так сказать, видели такое же в условиях, скажем, начала Великой Отечественной войны, когда еще перед войной, скажем, советское правительство тогда еще, советское правительство пошло на то, чтобы отменить 7-часовой рабочий день и не вести 8-часовой рабочий день, отменить отпуска, то есть, все это было связано, конечно, с увеличением ресурса труда, при том, что тогда занимались и обеспечением повышения производительности труда в полной мере, но люди понимали, во-первых, руководители советского государства, что время, так сказать, остается очень мало на войне, а когда уж началась война, то, естественно, сверхурочная работа стала нормой, да, и в общем, это не вызывало возражений трудящих, потому что они понимали, что без этого не обойтись, да, повышалась производительность, было массовое рационализаторство, но то, что на фронт привлекали миллионы людей, а вы знаете, что за время войны, значит, через вооруженные силы прошло около 30-40 миллионов людей, то, так сказать, такую убыль трудоспособного населения в производстве невозможно было компенсировать только за счет рационализаторства, хотя, конечно, мы помним, что было броня специалистов, но не всех же сбронировали, я имею в виду и рабочих специальностей тоже, значит, такое бывает, да, и я должен сказать, что вот видите, произошел даже отказ в условиях советского времени от 7-часового рабочего дня в пользу 8-часового рабочего дня к этому нуждала обстановка. Что вызывает сейчас опасения, и опасения небезосновательные у трудящихся, что вот такое увеличение трудовой нагрузки, оно может быть использовано для того, чтобы прикрыть провалы в организации производства. Ну, есть, знаете, нерадивые, неумелые менеджеры, к сожалению, их достаточно много, это раньше, чтобы директор мог пройти типичный путь какой, из рабочего в директора, то есть, он все знает в этом производстве и умеет говорить с рабочими, например. А сейчас очень многие менеджеры прошли мимо заводов, даже когда занимали руководящие посты, и, конечно, вот им организовать производство, даже если не очень хотят, объективно сложно. Они могут тогда как, что называется, прикрыть свои провалы, но тем, чтобы в обратном порядке рабочие поработали и ликвидировали эти провалы. Тем более, что мы понимаем, раз речь идет о обязательности выполнения оборонного заказа, то это, ведьма, будет какой-то особый спрос. Ну, и тем больше желания, значит, вот у них все переложить на плечи рабочих. Второе, мы понимаем, что еще может быть негативного в существующей обстановке, но, конечно, от оборонного заказа частники не уйдут, раз уж такой закон издается, да, и он обязательный к исполнению, но и цена там будет, наверное, все-таки определяться не сильно по свободному соглашению, а значительно приписываться к государству, одно влечет с собой другое. Ну, и в этих условиях частник как может максимизировать прибыль и постарается, и по крайней мере для этого есть интерес, но за счет того, что вы заставите работать подольше, а заплатить поменьше, такое может быть, вполне может быть, какой же патриотизм патриотизмом, да, в буржазии, а к своем кармане она забывать не будет. Есть такая угроза для положения трудящихся, есть такая угроза, но и что уже делать, ну, я понимаю, что, еще раз говорю, что угроза всегда есть, хорошо ли дело обстоит, плохо ли обстоит, а вот этот интерес буржуа заплатить поменьше, заставить работу побольше присутствует всегда, он проявляется всегда, а в этих условиях тем более будет проявляться. Значит, здесь действие средства только одно, это участие профсоюзных организаций, то есть организованных работников, там, где нет профсоюзных организаций, рабочих комитетов, введение, например, с этим таких групп, вот, принятие этого нового порядка работы в форме согласования. Вот, изменения режима труда должны согласовываться с профсоюзами. В этом, что это новое есть? Да, чего это, в этом нового нет? до 2002 года, это было записано в Трудовом кодексе, между прочим, и все такие крупные вопросы, вопрос, связанный с режимом труда, согласовывались со всеми производственными организациями, и что это, значит, останавливало производство, да, ни в коем случае не останавливало, да, ни в коем случае не останавливало производство. А вот, какой-то, хотя бы в какой-то степени, не реализовать вот эти устремления, о которых мы сейчас говорили, стороны частных собственников, которые будут наносить ущерб на самом деле производству. Вот, согласование могло бы с социальными профсоюзами и рабочими комитетами. Да, и иногда так опасаются, что вот, ведь, наверное, эти работники будут, если они будут иметь возможность согласовывать, они будут тормозить, там, не дай бог, это сорвет оборонный заказ, давайте не забывать одного, а кто сейчас воюет в составе вооруженных сил на Украине. Ну, я так полагаю, что на 90% это либо дети рабочих, либо сами рабочие, да, сельские городские рабочие. И вот, их родители, их братья, которые работают на заводах, как вы думаете, они что, будут вот тормозить выполнение оборонного заказа, зная, что вот их родные, так сказать, их товарищи по классу, там, кровь приливают свою, да, ничего подобного, все же это все прекрасно понимают, все их прекрасно понимают и будут заботиться еще в таком личностном плане, да, никто не более заинтересован, никто больше не заинтересован вот в нормальной работе производства, в спасении жизни своих детей, чем рабочие горды и села, поэтому не надо беспокоиться, что они будут тормозить эффективную работу, я вот уверен, что в обратном, что без согласования профсоюзов и рабочих комитетов эта эффективная работа просто не будет, потому что на самом деле лучше всего возможности производства знают сами рабочие и скажем для эффективного управления инициатива и знания рабочих просто незаменимы, ну это приведут простой пример, был такой исключительно талантливый человек, организатор производства, Николай Сергеевич Жарков, директор завода Красный Сорум, вот он спас буквально в смысле, ну спас, опираясь конечно на коллектив, который спасал свой завод от превращения в склады завода Красный Сорум, который в 90-е годы в начале особенно грозило этому заводу. И вот он, Николай Сергеевич Жарков сам, что называется, из рабочих, прошедший из цехов пришедшего директора, он имел такую практику, проходил по цехам с утра и, например, в цехе механо-сборочном первом подходил к Дмитрию Васильевичу Егошину Стокры и Росточников, Дмитрий Васильевич известен в российском рабочем движении, это было в свое время сопредседателем российского университета рабочих, и спрашивал Дмитрий Васильевич, ну как дела? Дмитрий Васильевич мог окно духу и рассказывал, знаешь, а Дмитрий Васильевич такой был человек твердый, ну и, значит, и Жарков-то знал кому подойти, не к тому, что при виде директора там спрятый язык упадет, а Дмитрий Васильевич хоть директор, хоть кому хотите, он всегда говорил то, что считал нужным. Он рассказал, вот знаешь что, Николай Сергеевич, вот там не так, здесь, значит, вот тебе говорили одно, смотри, ничего не поставили, это вот неорганизовано, если так дело пойдет, значит, не будет вам торбедных аппаратов. Михаил спорточный цех этим занимался. Ну и вот, а дальше Николай Сергеевич собирал свои оперативки, и вот он со знанием дела рассказывал, что и как, и, так сказать, и очень как-то это помогало, организовывать эффективное управление, потому что вот как рентгеново свечило все эти препятствия на пути от генерального директора к рабочему, это управленческий вертикаль, там всякие возникают препятствия, вот как их устранить, если этот руководитель не опирается на знания рабочих. Вообще рабочие лучше всего знают, что можно произвести, как произвести, в какое время произвести, поэтому вот уж если говорить о том, что нужно сейчас сделать, конечно бы, нужно сделать такое, чтобы вот обеспечить согласование с профсоюзами, это согласование тогда даст огромный эффект. Ну, другое дело, что мы с вами понимаем, что вроде как законопроект этого забивать правительство вроде не должно, профсоюзы, это же общественная организация, как вообще можно какие-то обязанности на нее возлагать законом, право такое дать можно, но права то ведь тоже вообще говоря не дают, а берут. Если вот профсоюзы будут требовать согласование, активную позицию занимать, то я думаю, что все руководители будут с этим считаться в такой-то обстановке, когда все от рабочих зависит, и государство с этим будет считаться. Ну, так в ком тогда загвоздка? Да в профсоюзах, в профсоюзах, в самих работниках. Вот будут они проявлять активность в регулировании рабочего времени? Будет тогда успех. Не будут? Ну, тогда чего тут некоторые товарищи говорят? Вот сейчас, значит, будут ехать на рабочих, а мы требуем шести часов рабочего дня, это вы требуете. Вот я, например, написал целую книгу в России с Михаилом Исичем Поповным, с другими коллегами на сокращение рабочего дня до шести часов. В России такой книги не было 60 лет. И что? Я написал, я выразил, обосновал, ну и как? Подхватили рабочие? Пока не подхватили. Так и что? Ну, я вот уже все свои требования сформулировал научным образом. Так сказать, читайте и принимайте решения. Ну, так мы понимаем, что раз речь идет об интересах общественных сил, значит, эти общественные силы должны сами проявить свою заинтересованность. Да, в действиях причем. Ну, раз этого нет, и вот, нет ни одного коллективного договора, который присматривал сокращение рабочего дня. Да, нет даже требований, нет проектов коллективных договоров, или таких проектов есть, два-три на Россию. Ну, что тогда вы, товарищи, так громко кричите, что вот сейчас надо потребовать 6 часов рабочих дня. Рабочий это не требует, ну, не требует этого рабочий. Да, мы не говорим, что не найдешь одного рабочего, одного рабочего, может, найдешь. А вот в массе своей не требует. Поэтому, как можно это вот изменить? Значит, дальше мы будем работать в перспективе, но тем более в такой ситуации, когда вот все понимают, что что-то надо тут такое делать, чтобы успешно завершить эту операцию. А проблема есть большая. Проблема, конечно, связана с тем, что рабочий класс в свое время слабо боролся, а на него значительно сильнее давил класс на раздавшийся буржуазей, который, значит, в 90-е годы понизил заработную плату реальную по сравнению с советским временем в 2-3 раза и увеличил количество рабочего времени. И вот мы говорили, сказать, не только говорили и лозунги выставлялись, мы имеем в виду рабочие партии России, например, и на российском эти рабочие, что надо повышать заработную плату до уровня стоимости рабочей силы, то есть, скажем, до 200 тысяч рублей в нынешних ценах как минимум. Почему? Потому что это обеспечит нормальное воспроизводство рабочих кадров. А вот поскольку этого не было, то в рабочие не шли. А в рабочие не шли, и у нас теперь рабочий класс упловинился, а то и сократился в большем количестве по сравнению с 90-ми годами. И поскольку молодежь с него не шла, то, значит, остались люди в возрасте. Да, поскольку остались люди в возрасте, то вот им такую нагрузку внести дополнительную очень сложно. Кстати, это надо понимать людям, которые хотят за счет этого увеличить ресурс труда. В какой-то степени это можно, но очень небольшой. И даже я хочу сказать, теперь если сравнить с периодом Великой Отечественной войны, то я должен сказать, что в период Великой Отечественной войны средний возраст рабочих был значительно моложе. Моложе, младше, меньше. А раз так, то они могли приносить нагрузку дополнительную в течение более продолжительного срока, чем нынешние рабочие. Ну и государство что-то зашевелилось, пыталось сделать, скажем, ввели так называемый профессионалитет. То есть после 9-11 классов в последние 2 года работы получают рабочие специальности и пошли. Ну и сколько? Вот сейчас прямо будут реализовывать 150 тысяч. 150 тысяч, а потребность рабочих на миллионы идет, особенно в условиях импортозамещения. Ну вот до чего довели, так сказать, руководители. И вот до чего довела то ситуация, что рабочие не сильно боролись, забрали поэтому эти жадные алчные капиталисты завоеванием рабочего класса и тем самым в значительной степени затормозили приток молодого поколения в рабочий класс. Да, поэтому зашевелились этого мало и приходится сейчас делать ставку и опору на тех, кто уже у станков. Но и кто у станков даже если не очень захотят работать, очень сильно захотят работать, то надо иметь в виду, что люди в возрасте подвержены заболеванием. Ну вот я говорил же Дмитрий Васильевич Егошин, его супруга Мария Александровна Егошина, очень такая крепкая, красивая женщина, вот она фрезеровавшаяся, работала, и вот в 55 лет она хотела продолжить свою работу, все говорят, не много же в 55 лет, что же в 55 лет прямо, да вот она вот женщина без вредных привычек, очень такая здоровая женщина была, вот она в 55 лет после пенсии, в достижении пенсионного возраста по старым меркам, работала, 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 и значит работает, работает, бац, две недели больничные, а что такое? Давление, вот подлечила давление, значит, раз вышло, бац, опять давление, ну и какие к ней претензии? Ну вот уже кто не знает, что работа у станка даже в мирное время тяжелой работы, да, а что-то, так сказать, вот в последние десятилетия рабочие деньги не сокращали, а сверхурочные использовали достаточно широко, даже в последнее советское время, а уж не говорю там в постсоветское время, и сейчас, кто не знает, что сверхурочные используют очень широко, так что думаю, что здесь что-то можно много выгодить, едва ли, едва ли можно много выгодить чего-то, да, вот, в плане удлинения рабочего времени. Но если где-то это можно будет сделать, то надо помнить о следующем, что вы это сделали, да, и рабочие эту тягу на себя приняли, но чтобы сохранить это на долгий период, я не имею в виду, что долгая будет операция, надеюсь, что она будет достаточно такой краткосрочной, да, но ведь после завершения операции надо, спецоперации много чего будет делать, обеспечивать импорт замещение, значит, производить оборудование самим, производить изделия самим, то есть рабочий класс очень дальше будет нужен, еще нужнее может быть, и надо как можно дольше продлить трудовой стаж вот этого старшего поколения, который хлебнул от чрезмерной работы и сейчас хлебнет, значит, нужно принять какие-то и экстраординарные меры и в этом плане тоже, значит, вот сегодня это связано с тем, что надо обязательно повысить оплату труда сверх нормальной положительности не в полтора, не в двухкратном размере, а в трехкратном размере, ну, хоть питание обеспечить, хоть семьи поддержать, это раз. Второе, что нужно прямо заботиться о здоровье, ну, люди так труются, значит, там, где выходные, там, где отпуск, обеспечить восстановление, профилактику, сейчас профилакторию ведь многие позакрывали, ну, не сейчас, я имею в виду, вот, в полсоветское время, позакрывали, ну, только, значит, с одной стороны, а с другой стороны подкрывали столько всяких частных клиник, с таким оборудованием, и так там все хорошо, и так там все блестит, и так там все мраморно прямо, да, ну, так вот, это тот самый случай, когда для исполнения обеспечения оборонного заказа нужно заключить, что? Нужно заключить контракт государства, да, обязательный, с частными клиниками, на оказание услуг, каких? Медицинских, по отношению к кому? Профилактических, по отношению к рабочим, которые у станков, значит, вот, должны сейчас героически трудиться, чтобы обеспечить героев на фронте. Ну, вот и так, ну, ставите вопрос, а что, как, по-другому вы можете ставить вопрос, ну, и обязательно тоже, а что, неужели вот мы сейчас ставим в такую ситуацию, что люди, которые будут терять здоровье очень быстро, значит, они пойдут вот в эти самые платные клиники, еще вот эта ситуация, так сказать, обернется золотым дождем дополнительно, да это с ума сойти, значит, это вообще уже против государственных интересов действует, да, поэтому надо как-то позаботиться тогда, так сказать, о рабочем классе, разумеется, он сам этого должен потребовать, но и те, кто такие меры вводят, тоже должны понимать, что вот уж выявили одну меру, так сказать, вводите эту меру и не только по отношению к производству, но и по отношению к сфере услуг, по отношению к больницам тоже, и к клиникам, и к этим частным, чтобы они часть своих, значит, услуг оказывали вот тем, кто сейчас в этом будет очень сильно нуждаться. Ну, и разумеется, когда вся эта операция завершится, нужно предоставить дополнительные отпуска, да, я думаю, что сейчас правомерно поставить вопрос о том, чтобы трудовой стаж считался тоже год за два, ну, как вы считаете, такая трудовая нагрузка повышенная, да, хоть как-то чего-то сберечь жизнь людей, значит, они должны иметь возможность и право раньше уйти на пенсию, на более легкую работу и так далее. Вот тогда, значит, будет понятно, что используется труд в тех пределах, дополнительный труд, который, безусловно, необходим, но тем не менее это не превратилось в такую дополнительную кормушку для бизнеса производственного, для бизнеса, на поприще здравоохранения и так далее. Это вообще непросто сделать, и здесь, я думаю, что надо, конечно, чтобы рабочие сами о себе тоже позаботились и заявили, но я думаю, что сейчас как раз такая обстановка, когда их хорошо очень услышат, услышат. Вот такая ситуация с этим законопроектом, я думаю, что, подводя итог, еще раз отмечу, что этот законопроект в каком-то смысле рубежный, он на практике, а не только в общих, так сказать, рассуждениях, подводит к концу эпоху вот этого разгулу стихии рыночной, который на самом деле был разгулом в растаскивании народного организма, так сказать, на кусочки в целях обогащения немногих людей, которые сейчас в большинстве своем находятся за пределами нашей страны. И вот теперь происходит собирание, так сказать, сил, да, и, так сказать, планомерное регулирование производства с тем, чтобы, ну, обеспечить эффективное функционирование народного хозяйства, которое может эффективно функционировать только в планной форме, современное хозяйство. Это очень важные и позитивные тенденции, которые заслуживают всяческой поддержки. А те риски, которые связаны с этим, по отношению к рабочему классу и всем трудящимся, эти риски должны приниматься в внимание как государством, так и самим рабочим классом. Но, значит, разумеется, мы понимаем, что в той ситуации, в которой мы находимся, в ситуации, когда идет борьба не на жизнь, а на смерть с амориканским фашизмом во внешней политике на Украине нужны, конечно, меры, выходящие за рамки обычных. Другое дело, что, вот, что касается управления народным хозяйством, это должно быть закреплено в стратегии, а что касается, значит, увеличения продолжительности рабочего дня, это никак стратегии не может быть, это как раз ситуативное явление. А стратегия в чем? Стратегия повышения производительности труда. И здесь, я думаю, что нынешняя ситуация будет помогать решению этой задачи тоже, потому что резервы огромны, достаточно, скажем, изменить, скажем, расположение оборудования, чтобы люди лишнее время не тратили на переходы на всякие, достаточно правильно расположить инструмент, чтобы людям было сподручно это делать, и вы получите гигантский прирост производительности труда, гигантский. Это вот по практике национального проекта производительности труда и занятость, когда просто вот лежащие на поверхности резервы приводили к увеличению производительности труда на десятки процентов за год. И тогда, так сказать, меньше будет нужды в каком-то дополнительном времени работы. Вот на это надо делать упор, и в этом будет стратегия тоже. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова